Здравствуйте! Это Арт Воскресенье, и я, Баранова Ольга, приветствую вас. Есть мнение, что талантливый человек талантлив во многом. И сегодня я не буду оспаривать эти слова и не стану переубеждать вас в обратном. Наоборот, сегодня мы поговорим о людях, которые внесли значимый вклад в культуру XX века, во вторую его половину. Мы поговорим о музыкантах, о рок-музыкантах. Но нас будет сегодня интересовать не столько музыкальная сторона их творчества, Мы постараемся раскрыть другую грань их таланта, а именно художественную. И сегодня мы лишь начнем говорить о музыкантах, которые прославились еще и как художники. Боб Дилан Культовый американский певец, музыкант, композитор, Песни которого вы многие знаете. Он стал автором таких хитов, как Knack in the Heaven's Door, Like Rolling Stones или I Shall Be Release. Он основатель такого течения в музыке, как кантри-рок. Он пробовал себя в качестве писателя, сценариста. Он снимался в фильмах, в ток-шоу. И всем, наверное, известно, что в 2016 году он еще и получил Нобелевскую премию по литературе за создание новых поэтических образов великой американской песенной традиции. Но мало кто знает, что Роберт Аллен Циммерман, а это его настоящее имя, еще и художник. И художник довольно известный. Рисовать Боб Дилан начал в 1966 году после аварии. Он разбился на своем мотоцикле и долго потом восстанавливался после этого. И вот как раз в этот период относительного затишья он начинает свою художественную деятельность. И в этот период появляются его первые художественные работы. Одна из которых становится впоследствии обложкой для его 10-го студийного альбома «Self-Portrait», который был издан в 1970 году. Внимание широкой публики его художественные работы начали привлекать лишь в середине 90-х годов. Именно в 1994 году выходит его художественный альбом с работами Дилана, которые он создал в период с конца 80-х и начала 90-х годов. А первая персональная выставка состоялась лишь в 2007 году. И это событие произошло в Германии, в Хемминс-арт-галерее. Именно там, на этой выставке, было представлено более 200 работ Боба Дилана. И успех, конечно, эта выставка имела и среди критиков, и среди почитателей его таланта. И вот на волне этого успеха он создает по своим каким-то архивным рисункам, зарисовкам, наброскам, новым впечатлениям, он создает еще 300 работ. В сентябре 2010 года в Национальной галерее Дании была открыта выставка, на которой публике было представлено 40 крупноформатных работ Боба Дилана. Это были картины из его бразильского цикла. А уже через год в галерее современного искусства Ларри Гагасяна были показаны работы из его азиатского цикла, которые картины были посвящены истории Китая и Дальнего Востока. В этой же галерее буквально через год в Гагасяна галерее была показана еще одна выставка с работами Боба Дилана. Поскольку он разноплановый художник, поэтому выставка отличалась от прежних. А уже в 2013 году Боба Дилан начинает плодотворно работать, сотрудничать с Национальной портретной галереей в Великобритании. И там, в этой галерее, были представлены 12 пастельных работ, которые ранее не показывались публике. И на них были изображены как реальные, так и вымышленные персонажи. А директор Национальной портретной галереи в Великобритании Сэнди Нейерн сказала, что Боб Дилан является одной из наиболее влиятельных фигур современной культуры, которая всегда создает очень яркий мир, как словами с музыкой, так и красками. В этом же году, в конце 2013 года, в Лондоне, только уже в другой галерее, состоялась еще одна необычная выставка, на которой были представлены 7 кованых металлических ворот работы Боба Дилана. Очень интересно. Найдите обязательно, почитайте или послушайте интервью, которое он давал на открытии, его отношение к воротам как таковым. Все в этой же галерее, в Хассель-галерее, но уже в 2016 году прошла еще одна персональная выставка Боба Дилана, но уже с его акварельными работами и с рисунками из его личной коллекции. Боба Дилан пишет гуашью, маслом, акрилом. Он работает с пастелью и карандашом, он рисует акварелью, и, как вы уже знаете, он не только пишет, но и работает с металлом. И когда смотришь на его работы, сразу вспоминаются работы фавистов. Вот эти вот яркие, сочные, чистые краски. Сразу вспоминается Матисс с его ярко-розовым. И также чувствуется влияние постимпрессионистов, Поля Сезана в частности. Работы Боба Дилана стоят немалых денег, и даже серия тиражированной графики, одна работа из этой серии стоит порядка 10 тысяч фунтов. Пол Маккартни. Еще один культовый музыкант, певец, композитор, общественный деятель, один из легендарной ливерпульской четверки Битлз, который не нуждается в дополнительных представлениях, просто хороший человек, сэр Пол Маккартни. И написанные им хиты, я думаю, что даже не нужно вспоминать. Вы все прекрасно помните и Yesterday, и Help, и Hi Jude. Но свой талант сэр Пол проявил не только в музыке, но и в изобразительном искусстве. И живопись, на самом деле, привлекала его с самого детства. Он неплохо рисовал, но никогда не учился этому специально. И когда появилась слава, когда появились деньги, он становится коллекционером, он начинает покупать произведения искусства, картины. В частности, ему очень нравится художник Рене Магрид. И даже однажды от своей жены Линды он получает в подарок мольберт самого Магрида. Вообще, его жена Линда, которую он очень любил, она стала не только его музой, не только героиней его полотен, но и она была его поддержкой, она очень сильно поддерживала его и в том, что касалось живописи. К своему художественному таланту Пол Маккартни сначала относился очень несерьезно. И он говорил так. Я думал, что только те, кто учится в художественном колледже, могут рисовать. Поэтому-то Пол Маккартни долгое время считал своим недостатком именно отсутствие специального художественного образования. И это выглядит немного смешно, потому что если вспомнить его слова о том, что он не знает нот, мы понимаем, что он немножко лукавит. Став коллекционером, Пол Маккартни знакомится с такими известными и выдающимися личностями, как Джон Данбер, это художественный критик, с Питером Блейком и Ричардом Гамильтоном, которые впоследствии работали над созданием обложек для Битлз. Он знакомится также с владельцем художественной галереи, с Робертом Фрейзером. И, как он позже скажет, когда мне исполнилось 40 лет, я решил кое-что изменить в своей жизни. Поэтому я стал рисовать. Может быть, на это решение повлияло, в частности, его окружение, и, мне кажется, больше всего повлияла его крепкая дружба с американским известным художником, абстрактным импрессионистом Уильямом Де Кунингом. И за первые 15 лет своей художественной деятельности Пол Маккартни написал более 500 полотен картин. Но, поскольку он боялся критики, мало кто был в курсе его художественного таланта. Лишь где-то в середине 90-х появляется интерес к его художественному творчеству. В частности, культурными событиями в округе Вестфалия на тот момент заведовал Вольфганг Саттнер. И он часто бывал у Пола в студии. И первым обратил внимание на его работы. Как вспоминает сам Пол, он был первым человеком, интересовавшимся мной не из-за того, что я был бетлом. Он интересовался картинами именно как картинами, а не как моими картинами. И они вместе выбрали лучшие работы, которые в 1999 году показали на художественном форуме ЛИС. А первая персональная выставка Пола Маккартни состоялась лишь в конце 2000-го года. Это было в Бристоле, в галерее Арнольфини. Кроме картин, Сэр Пол делает еще и скульптуры из дерева. Тоже интересные работы. И в своей живописи он использует не один какой-то конкретный стиль или технику. Он больше увлечен самим процессом создания. И он не боится соединять несоединяемое в своих работах. Как он сам говорил, что он не претендует на звание великого художника. Ему просто нравится рисовать. Я не хочу остаться просто певцом. Я интересуюсь многими вещами. И другая его цитата, вернее, часть ее, мне нравилась сама идея быть художником. Мне кажется, в этом и суть его творчества. И если вы следите за его творчеством, то обратите внимание на оформление обложки его альбома, который вышел в 2018 году. «Еджипт Стейшн». Это как раз и одна из его картин. Дэвид Боуи. Еще одна яркая звезда 20 века. И его с легкостью можно назвать культурным явлением современного искусства. Конечно же, Дэвид Боуи в первую очередь музыкант. Но он был и актером, и продюсером. А еще он был яркой, самобытной, уникальной, неповторимой личностью. И свой стиль он продумывал от А до Я. Он всегда самостоятельно создавал свои неповторимые образы. Он был как бы воплощением живого арт-объекта. За ним наблюдали, им восхищались. Он никогда не следовал моде, но он влиял на нее. Так или иначе, под его влиянием, под влиянием его ярких образов создавались, появлялись какие-то новые модные тренды. И в своих дизайнерских изысках он всегда двигался только вперед. Интересно, что он был признан самым модным британцем в истории по результатам опросов в BBC. Но мы сейчас и не о музыке, и не о его дизайнерских талантах, этот хамелеон, этот человек с молнией на лице был еще и интересным художником. Давайте об этом. Как говорил о себе Буэ, как обычно, просто. Ну да, я стал рок-звездой, но я точно так же мог бы стать и художником. Я и раньше хотел себя выразить в искусстве, но мне показалось, что известным художником мне не быть, но я и ушел в музыку. Еще в детстве Дэвид Боуи ходил в художественную школу, и ему нравилось рисовать. Он изучал классическое искусство, он много рисовал в свободное время. И взрослее он не переставал заниматься рисованием. Дэвид Боуи делал постеры для своих ранних групп. Он рисовал плакаты, он рисовал, придумывал обложки для своих первых альбомов. И даже изображения для значков или билетов, которые продавались на его концерты, сувенирной какой-то продукции к своим турам. В его работах очень сильно чувствуется влияние экспрессионистов, особенно Эгона Шилли и Бомберга. Он не боялся экспериментов ни в музыке, ни в одежде, ни в изобразительной деятельности. В его арсенале можно встретить и коллажные техники, и портреты маслом, и трафареты, и уголь, и компьютерные технологии, невероятные инсталляции. И он использовал даже рентгеновские лучи для своих работ. Кроме этого, он еще занимался скульптурой. Особое внимание в его творчестве уделяется, отводится именно портретам. Невероятные портреты берлинского периода. Эти три года, которые он прожил в Германии, в Берлине, обязательно обратите на них внимание. В 90-х годах его работы выставляются в разных галереях по всему миру. И несмотря на такую известность, он не стремился заработать на этом деньги. Его работы коллекционеры могли приобрести лишь на благотворительных аукционах. И до сих пор многие работы хранятся в его семейной коллекции. Автопортреты. Это тоже что-то очень личное. И мы видим, как меняется отношение музыканта к себе, как он себя воспринимает. Интересно наблюдать за ним, за его внутренними переживаниями, за его видением самого себя. Большинство из них также хранится в семейных архивах. У него была прекрасная коллекция картин. Он был заявленным коллекционером предметов искусства. Как он сам говорил, искусство — это то, чем я когда-либо хотел обладать. Оно действительно может менять ваше состояние по утрам. И искусство было его страстью. Он был сам как предмет искусства. Виктор Цой. Именно на его творчестве, на его художественном творчестве мы закончим первую часть нашего знакомства с художественным талантом ярких рок-музыкантов. Виктор Цой прожил очень короткую жизнь, но очень яркую. И спустя 30 лет его творчество, музыкальное творчество, его личность по-прежнему любимы многими. И самое интересное для меня то, что его музыкальное творчество объединяет разные поколения. И все они заявляют, что Цой жив. Музыкант, актер, художник. Сейчас его картины продаются за десятки тысяч евро. А в детстве он, как многие, ходил в художественную школу, учился рисовать. И ему это, конечно, нравилось, но когда он этого хотел, мальчик был непоседливый, с характером. И учителя вспоминают, что его трудно было усадить, если ему не нравилось то, что нужно было рисовать. После окончания художественной школы он поступает в училище Валентина Серова, на оформительское отделение. Но потом переходит и начинает учиться резьбе по дереву. После окончания учебы в СГПТУ 61 в Санкт-Петербурге он поступил на работу в реставрационную мастерскую при Екатерининском дворце. Но музыка оказалась сильнее, и он головой уходит в музыкальное творчество, и живопись, она плавно перетекает в разряд второстепенных занятий, больше остается как хобби для него. Его стиль своеобразен, легко узнаваем, и чувствуется в его работах любовь к примитивизму. Особенно вот эти вот геометрические человечки, которые в картинах, с которыми сюжеты он берет из самой жизни. В них вполне себе угадывается все то, что окружает музыканта в жизни. Авангардисты, новые художники, с которыми он познакомился, хорошо его приняли. И он даже выставляет некоторые свои работы на выставке, которая проходила в Третьяковской галерее. Они очень высоко оценили его творчество. Вот этот вот стиль граффити, какие-то элементы комиксов, орнаменты, геометрические фигуры. И мне это напоминает еще что-то из ритуальных изображений народов май. Вот это вот все это своеобразный, оригинальный стиль Виктора Цоя. Его темы, его картин очень разные, разноплановые. Это все, что его интересует, он это все передает в рисунках. В конце своей жизни, после путешествия по Америке, по Европе, его стиль меняется, и в нем больше преобладает, больше преобладает такой, появляется реалистичность. Он очень любил копировать постеры известных музыкантов, того же Боуэя, о котором мы уже сегодня говорили, или Джима Хендрикса, очень узнаваемые портреты, изображения. Ну, вот это все то, что его интересовало, и то, чем он жил. В любом случае, художественное творчество Виктора Цоя это отражение 80-х. И он всегда больше писал не для публики, а для себя, для души. На сегодня мы закончим знакомство и остановимся на этих четырех уникальных личностях. В следующее воскресенье ждите продолжения, и мы познакомимся с вами с не менее легендарными музыкантами, которые самобытно и ярко проявили себя еще и в художественной деятельности. На этом у меня все. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok